Принятый землеборт. Пуск. Принятый пуск. Зажигание. Ощущаем. Простякнуть приезд. Предварительное. Принято. Промежуточное. Подъем. Принято. 10 секунд полет нормальный. 23 февраля 1997 года. Главная международная новость. Клонированная в Шотландии овечка Долли. Из других новостей этого дня. В столице Таиланда, Бангкоке, загорелся небоскреб президент Тауэр. Погибло три человека. В России отмечают национальный праздник. День защитника Отечества. В центре управления полетами поздравления с Земли по традиции передают на орбиту. На российской космической станции «Мир» у праздничного стола собрались шестеро космонавтов. Сразу два экипажа. Экипаж 22-й экспедиции. Валерий Корзун, Александр Калери и Джерри Лининджер летают на мире уже полгода. И через неделю собираются домой. И экипаж 23-й экспедиции. Василий Циблиев и Александр Лазуткин. Они прилетели всего две недели назад. С ними в качестве гостя на русскую станцию прибыл немецкий космонавт Райнхольд Эвальд. Все шестеро только что пожелали Земле спокойной ночи и начали готовиться к ужину. Но ужинать в этот день не пришлось. Мы готовились к ужину. Я сидел на том месте. Я толкнулся, там можно было будильник завести на завтра. В это время немец говорит Райнхольд Эвальд. Гори, мужики. Я в краем лаза увидел, что действительно сполохи. Саша стоит лазутка растерянная. Вот это залита пеной водой, шашка разрушенная. Вот отломанный кронштейн металлический, алюминиевый, расплавленный. Вот эта штука металлическая, стальная, оплавилась. Вот видите? Не только алюминий плавился, но и плавилась сталь. 23 февраля 1997 года на станции «Мир» должен был погибнуть весь международный экипаж. Четыре российских космонавта, один немецкий и один американский астронавт. И тогда станцию «Мир» пришлось бы затопить не планово весной 2001 года, а вынуждена на четыре года раньше с мертвым экипажем на борту. Об этой экспедиции до сих пор принято было молчать. И до сих пор, кроме самих космонавтов и руководителей этого полета, никто не знал подробностей случившегося. Впервые космонавты 23-й международной экспедиции согласились рассказать, что же на самом деле происходило на космической станции, заложниками которой они оказались. За полметра до стыковки сработала аварийная система. Пожар – это был наиболее такая серьезная ситуация. Затем началась у нас система терморегулирования, разгерметизация контуров, передатчик связи с Землей у нас не работал, система воздуха, которая очищает от углекислого газа. Дальше – это этиленгликоль, дальше – столкновение с грузовиком, прогрессом. Отказал магнитофон работать, тот, который как черный ящик работает. Ну и в конце концов – это крайняя точка, завершающая посадка без ДМП, приземление. День запомнился, 23 февраля. С утра проснулись, нас Земля поздравила с праздником. Мы еще шутили, говорим, что у нас здесь 6 человек, 6 защитников Родины, может быть, мы тут еще и парад устроим. Четверо русских, один американец, один немец. В космосе праздники не такие, как на Земле. Все, что у нас дома на праздничном столе в порядке вещей, на орбите на вес золота. Свежие фрукты, овощи, зеленый лук и черный хлеб – самые вкусные на космическом столе. И не грамма алкоголя. Даже если очень хочется. Каждую секунду космонавт должен быть готов к опасности. Вдруг столкновение с метеоритом или разгерметизация корабля. Где-то часов, по-моему, в пол-одиннадцатого вечера командир большой экспедиции, Валерий Корзун, говорит, «Так, мы еще шашку не шли». Чистый воздух на орбите вырабатывается из воды, но его хватает только для экипажа из троих человек. Если людей на станции больше, используют воздух привезенной Земли. Точнее, не воздух, а вот такие кислородные шашки, или по-другому – генераторы кислорода. Для шестерых человек, чтобы дышать легко, в день надо сжигать не менее трех шашек. Прилетела сюда установка по сжиганию этой шашки. Она находилась здесь, вот за этой панелью. Панель отодвигается, и там труба. Вот трубу, шашку. Вставил. Все необходимые операции сделал. Запустил ее. Запустил, значит, процесс пошел. И вдруг слышал такой шум, который отличается от нормального шума. Я поворачиваюсь к этой установке. Вот это вот жерло, пушки, так назовем, оно сверху закрыто специальным фильтром, мешочек. А меня поразило то, что на этом мешочке начинает ткань гореть. И такой, я не знаю, как это, ступор, или как столбняк хватил в сознании. Затем взяли огнетушители. Вначале страшно не было. Первая мысль, огнетушитель работает в двух режимах. Пена. Пена покрывает, но так как струя такая сильная, кислородная, пену эту сбрасывает, я переключился на жидкость. Жидкость, естественно, по раскаленному металлу. Очень много пара, которая сразу воспринимается как дым. Я возвращаюсь с огнетушителя и наблюдаю такую картину. Значит, вот здесь сплошная серая пелена. На фоне этой серой пелены Валера с огнетушителем тушит. Он так в воздухе висит. По-моему, он был уже в одних шортиках. А оттуда ярко-малиновое пламя. И вот оно вот это на сером фоне освещается ярко-малиновым цветом. Ожог был небольшой во время тушения. Я прикоснулся пальцем к этому генератору, а скален. Ну, он был размером там, может быть, меньше копеечной монеты. Такой ожог. В первой степени в Алдыре-то был не так критичный. Я не знаю, вам хорошо видно. Вот это кабельная сеть СЭПовская. СЭПовский кабель. Медные жилы такие. Внешне медные жилы торчат, но внутренняя оплетка сохранена. Я думаю, она жиропрочная, наверное. Пожар в космосе это катастрофа. Это почти всегда смерть. Пожарные на помощь не приедут. Гидрантов под рукой нет. От огня и дыма никуда не деться. Даже открыть окно и проветрить помещение не получится. В космосе вакуум. Безвоздушное пространство. Пламя от огня бьет прямо в стену станции. А стены на мире из тончайшего алюминия. От открытого космоса космонавтов отделяет всего-навсего полтора миллиметра металла. Это тоньше, чем стенки кастрюли. Огонь плавит металл, как масло. Еще пара минут и стенка не выдержит. Через дырку в вакуум, как вода в воронку, стравится весь кислород. И тогда от резкого падения давления в венах закипит кровь. И все. Космонавты пытаются действовать по инструкции и подсчитывать оставшееся время. Но именно на этот случай инструкции не предусмотрено. Сколько будет времени на спасение, вычислить заранее нельзя. Остается только гадать. Воздух может стравиться за секунды, а может и за часы. Все зависит от величины дырки, которая прогорит в стене станции. По стенам проложены сотни станционных кабелей. Корзун с Цеблиевым замечают, что изоляция на них уже обгорела. От высокой температуры, которая образовалась вокруг этого генератора, не прям направление струи, а вокруг оплавились кабели, кабельная сеть, и даже оплавились некоторые алюминиевые части панелей, которые окружали этот генератор. Изоляция, она, понимаете, как она пахнет, да вот, этот запах у нас преследовал потом многие годы, после того, как все уже закончилось. Выход есть, и он один. Бросать все, кидаться в корабли, срочно отстыковываться от горящей станции и быстрее на Землю. На станции как раз два союза, в каждом по три места, а значит, есть шанс спастись всем шестерым. Космонавты экстренно начинают готовить корабли к спуску, и только тут понимают, что для одного из экипажей путь на Землю закрыт. Один из союзов как раз за очагом пламени и успел нахлебаться ядовитого дыма. Я залетаю в корабль, открываю люк, вижу, что корабль в дыму, и, наверное, я испугался второй раз. Я понял, что, в принципе, мы можем погибнуть из-за того, что у нас дыму некуда деваться. Очень захотелось открыть окошко. Нормальная, человеческая реакция. Это когда почувствовал, что окошко-то не откроешь, сразу, наверное, весь мир, который вокруг тебя, вот он как-то сжался в одну маленькую-маленькую станцию. Пламя пытаются погасить с помощью огнетушителей. На станции они есть в каждом отсеке. Тушит Валерий Корзун. Сейчас он главный на мире. Остальные летают по соседним отсекам, срывают со стен другие огнетушители и по цепочке передают их Корзуну. Мы начали тушить. Пять огнетушителей использовали пар, дым, копоть. Фонарик включаешь, ничего не видно. Дыма было достаточно много, пара. Вот руку, если вытянут, полуроки, ничего не видно. Дышать почти нечем. Вся станция в угарном дыму. Космонавты уже не различают друг друга на расстоянии метра. Циблиф отдает приказ всем срочно надеть противогазы. Противогазы на мире специальные, космические. В отличие от обычных, они сами вырабатывают кислород для дыхания. Их еще ни разу не использовали по назначению. В таких противогазах гибель от удушья не грозит. На ближайшие два часа ровно на столько рассчитан их ресурс. И за эти два часа надо успеть найти выход. Это очень сильная все-таки была психоэмоциональная нагрузка. Особенно вот по моим представлениям на американского члена экипажа. Сильнее всех паникует американец Джерри Лиенджер. Он кричит, что надо срочно бежать в корабль и отстыковываться от станции. Валерий Корзун отсылает его в дальний конец одного из модулей станции. Там меньше дыма. Чтобы хоть как-то отвлечь американского астронавта, Корзун дает ему задание. Так как Джерри Лиенджер был врачом, я попросил его, чтобы он подготовил такой реанимационный пост с учетом всех тех медикаментов, которые были на борту, которые могут быть полезными при, вот скажем, потере сознания от отравления угарным газом или углекислым газом, то есть необходимые средства, кислородные маски. С каждой минуты кислород в противогазах убывает. Командиры экипажей Корзуна Циблиев идут на риск. Они по очереди на несколько секунд снимают противогазы и делают пару вдохов ядовитого воздуха на пробу. Ведь всего через полчаса отравленным воздухом придется дышать всем шестерым, а пока рискуют только командиры. Параллельно Корзун пытается связаться по радиусу с землей и получить четкие инструкции по дальнейшим действиям. О том, что на станции пожар, в ЦУПе еще не знают. Связь с землей возможна только когда мир находится над территорией России. А во время пожара станция пролетала над Тихим океаном. Один оборот вокруг земного шара мир делает за полтора часа. За это время есть все шансы погибнуть, так и не связавшись с землей. Радиосигнал с ЦУПом длится всего каких-то 10-20 минут. Остальное время космонавты предоставлены сами себе. Но сейчас на русской станции летают американцы. Поэтому НАСА разрешает использовать свои пункты связи, расположенные на территории США. Там совсем плохо работала, не было отлажено. Мы говорим, нас могут слышать, мы нет. Мы информацию передали, объясняют пожары. Задавленная станция такая-то выключили, все свои действия рассказали. Экипаж под наблюдением. Смотрим друг за другом, то есть наблюдаем, смотрим, все живы, здоровы, слава Богу. И буквально на хвосте сеанса, секунд 10-15, или 15, Сережа Силков, который был главным императором, мужики, мы вас поняли, принимаем мир. Выходил на связь и Корзун, и Цеблеев. Никакой паники, четкие, абсолютно спокойный доклад. Ну, конечно, элементы эмоций, элементы такого возбуждения были. Действительно, выброс адреналина места имел, потому что это действительно просто страшно за людей, которые находятся на высоте 400 километров. И, собственно говоря, помочь им, кроме как словами, ничем нельзя. Конечно, никто не спал. Конечно, были вызваны все необходимые специалисты. Был разработан целый набор рекомендаций. Два часа пролетели, как минута. Кислород в противогазах на исходе. Хотя система очистки воздуха на станции работает на полную мощность, дым еще не рассеялся. Корзун и Цеблеев принимают решение. Несмотря на смертельный риск, снять противогазы и попробовать дышать без них. Корзун дает команду всем снять противогазы. В нос сразу ударил сильный запах гари. Дышится с трудом. Из-за этого слезятся глаза и першит в горле. Валерий Корзун на всякий случай раздает всем респираторы. В первом сеансе связи они вышли и доложили о том, что в общем-то все нормально. Самое главное состав атмосферы удовлетворительный. Вот. Доложили о принятых действиях. Ну и дальше пошел процесс по выявлению причин. Была сразу создана комиссия. Это панель, панель, стойка правая. Вот та, которая справа подъемлялся. Это воздуха. Да, воздуха. Она так почерневшая. Вот это кронштейн, на котором ТКК стоял. Вот он. Понятно. Кронштейн перегорел, да? Перегорел и пытаясь его отодвинуть слегка панель отогнули, сломали. О пожаре на мире жены и дети космонавтов узнают случайно из выпусков новостей. Срывают телефоны ЦУПа и умоляют руководителей полета разрешить поговорить со своими мужьями. Но в ЦУПе повторяют только одно. Все нормально, все живы и отказывают в сеансах связи с миром. Все сеансы были заняты специалистами. Это объективно было необходимо. Но хоть бы минутку, как вы правильно сказали, дали бы нам просто послушать их голоса. Потому что сказать мы ничего не можем. Мы можем сказать, ну все нормально, у нас все хорошо, главное у вас все хорошо было. Но мы их не слышали, мы не знали, картинки на земле не передавали, по телевизору говорили только комментарии и ничего больше. А нам важно было услышать. В сеансах связи родственникам и близким отказывают по простой причине. Все время на общение с космонавтами отдано специалистам, врачам, инженерам, психологам. Их помощь на мире сейчас нужнее. А бесполезные сюсюканьи жены детей пожар не устранит. Для нас было важно, что мы их увидели. Мы их увидели живыми, не ранеными, не перевязанными там никак. У них вообще очень сложный язык, сложные аббревиатуры, непонятные. Но было бы по крайней мере слышно, что есть голос живой, что какие там эмоции преобладают, что ребята работают или ребята в панике, ребята в страхе. К утру 24 февраля дым на станции Мир рассеялся полностью. Дышать стало безопасно. Запах гари остался лишь в очаге пожара. С земли космонавтам поступают указания расслабиться и по возможности поспать. На ночь мы тебе рекомендуем или рудотель, одну таблеточку, и поспи. Главное, чтобы ты сегодня хорошо поспал. Для этого или рудотель, или три таблетки валерьяны. Хорошо. Хорошо? Да. И успокойся и поспи. Суп убеждается окончательно, работать и жить на станции можно. Но о том, как дорого стоил этот пожар, и еще не догадывался никто, ни в космосе, ни на Земле. 2 марта Корзун, Галери и Эвальд по плану возвращаются на Землю. На мире остаются Циблиев, Лазуткин и Лининджер. У нас было ощущение того, что мы что-то не доделали, и ребята оставались на такой не совсем скажем так благополучной станции. И почти сразу полет 23-й экспедиции снова под угрозой. Со дня на день экипажу нечем будет дышать. На этот раз сломалась установка по производству кислорода электрон. На станции это жизненно важная вещь. Электрон разлагает обычную воду на кислород и водород. Кислородом дышат, водород стравливают за борт. Вот видите, какая-то большая и сложная система. Она требует постоянного контроля за своей работой и обслуживанием, чем у нас командир и бортинженер занимаются. Но не всегда может работать эта система. На станции есть две такие установки. Вторая на случай, если сломается первая. Космонавты запускают ее, но и она ломается через день. Один выход все-таки есть, но уж слишком рискованный. Снова начать использовать кислородные шашки. На Земле идей космонавтов наотрез отвергают. Не хватает еще одного пожара. Ведь в ЦУПе до сих пор не знают причины, по которой 23 февраля на мире загорелась шашка. Но космонавтам от этого не легче. Воздух на станции может появиться только в одном случае, если снова использовать эти самые шашки. По приказу ЦУПа на Земле жгут около сотни кислородных шашек. В них даже засовывают тряпки, бумагу и другие горящие предметы. Может, космонавты случайно что-то положили в установку, и это послужило причиной пожара. Но ни одна из шашек на Земле не вспыхивает. специалисты констатируют, пожар возник из-за единичного дефекта, шашки не опасны. ЦУП дает космонавтам добро. Только теперь при их зажигании космонавты держат на готове огнетушитель. Мало ли что. А что бояться? Жить-то надо было как-то. Все равно нужно было. Мы понимаем, что из многих сотен тысяч их срабатывания это впервые произошло. Раз есть воздух, то можно жить. Но космонавтов начинает беспокоить температуру внутри станции. Она медленно, но неуклонно растет. Вроде бы всего ничего, по 3 градуса в сутки. Но через 4 дня в главном модуле мира становится как в пустыне плюс 40, а в некоторых других отсеках до плюс 48, при максимально допустимых плюс 28. И причина этого принудительного курорта пока непонятна. Вентиляторы уже не спасают. Они лишь гонят душный горячий воздух. К тому же на всей станции сильная влажность. Круглые сутки космонавты как в турецкой бане. Только выйти на свежий воздух некуда. Высокая степень влажности она приводила к тому, что выпадал конденсат. И этого конденсата было очень много. Целые такие ящики аппаратуры стояли в воде. Я тогда еще удивлялся, говорю, в школе учат, что вода, то есть все электроприборы должны стоять в сухом месте. А тут под водой стоит и работает. Базовый блок основной модуль станции. Здесь пульты управления, кухня, холодильники с продуктами, запасы воды, тренажеры, каюты для сна. Именно здесь приходится работать и жить большую часть времени. И именно здесь жарче всего. Но пока космонавты нашли только один способ борьбы с жарой. Разделись практически до гола, работают в одних трусах. Почему в этой влажности было сложно? Вода или пот покрывает тело тонким слоем, миллиметровым. Его вроде смахнул рукой с глаз, он опять же через несколько секунд, минут, опять наползает. Вот это сложность. То есть он не стекает, он по телу распространяется или ложится равномерно. Это такое ощущение, что ты все время в каком-то гидрогостюме находишься. У нас есть туалет, который начинал неправильно работать. Это и смех, и грех. Смех сквозь слезы. Когда... Да нет, не в обратную сторону, он включался, он выключался, когда ему нужно было. Не когда человеку нужно, а когда ему нужно. Вот автоматика выдавала сигнал. Если на улице холодно, в квартире включают обогреватель. Если жара, открывают форточку или включают кондиционер. В космосе жара и холод вещи несовместимые. Снаружи солнце нагревает корпус мира до плюс 130 градусов. В тени он охлаждается до минус 120. Но внутри всегда должно быть максимум 28 и минимум 20 градусов тепла. По расчетам врачей, эта температура единственно возможная для полугодового полета. Космонавты живут как бы внутри кондиционера. Если становится холодно, на мире есть электрические нагреватели. Если жарко, включают систему охлаждения. На станции она особая. По стенам всех модулей мира протянуты тонкие трубки. По ним бежит охлаждающая жидкость этиленгликоль. И он начинает протекать. Только где, пока непонятно. Первыми протечки узнали на земле по сработавшим на мире датчикам. ЦУП сразу передал на орбиту приказ перекрыть трубы и искать в них дырки. Вытекающий этиленгликоль невидимо токсичен и можно серьезно отравиться. Циблиев и Лазуткин ищут протечки по 6 часов в день. Просматривают каждую трубочку миллиметр за миллиметром. А таких труб на мире километры. И все спрятаны под обшивкой, на которой закреплены сотни предметов. Оборудование, запчасти, инструкции, коробки с инструментами. Нам запланировали работу поработать с... Прозвонить один электроразъем. Запланировали полчаса на работу. Мы на нее потратили 5 часов. И при этом слышали раздражение самого специалиста, который говорит, ну они что, не могут это сделать, а ты понимаешь, что для того, чтобы тебе этот разъем прозвонить, тебе надо массооборудование снять. Его нужно где-то закрепить, прежде чем открыть доступ к этому прибору, к этому разъему. А потом оказывается, что специалист послушал и говорит, вы знаете, а я забыл, там нужно еще один штыречек было прозвонить. Ремонтом занимаются Циблий и Фолозудкин. Американец Джерри Ленинджер не в счет. По контракту между НАСА и Российским космическим агентством астронавт не должен вмешиваться в технический ремонт станций. У него своя программа проводить эксперименты в небольшой ронжерии, фотографировать Землю, проводить медицинские опыты. Такая обособленность американца не очень нравится русским. Джерри планировали работу по американской программе. Выполнял эксперименты, фотографировал Землю, занимался той настоящей работой космонавта, какой должен был заниматься. А мы здесь вроде бы МЧС, бригада МЧС или сантехники пришли искали протечку. Вытекающий ядовитый тиленгликоль можно обнаружить только глазами. Это бесцветная жидкость, не имеющая запаха. На Земле торопят и не понимают, почему космонавты так медленно ищут. Вот нам планируют работу, мы ее выполняем, мы вкладываем все свои силы. Нет даже мысли о том, чтобы сочковать. Все Землю не видят. Можно сказать, что угодно. Но мы, тем не менее, выкладывались на все сто процентов, а нам после этого кто-то говорит, вы там сачкуете? Когда скажут, раз, два, три, естественно, накапливается это раздражение. И вот эта реакция, естественно, шла на Землю. Земля большая, разберется. Количество углекислого газа в атмосфере зашкаливает. Медленно и верно организм отравляется углекислотой. и можно не заметить ту границу, которая отделяет жизнь от смерти. Углекислотой воспринимается как бы болью в голове. Она начала зашкаливать, сначала вискила давить, потом затылок. Занятие физкультурой на станции это как святая святых. Для того, чтобы спуститься на Землю после длительного полета, нужно каждый день заниматься физкультурой. А тут нам говорят, ребята, нельзя. Почему нельзя? Потому что занимаясь физкультурой, мы больше вдыхаем кислород и больше выдыхаем углекислого газа. А утилизировать его у нас средства ограничены. Поэтому говорят, ребята, так, реже дышим, меньше занимаемся физкультурой, вообще не занимаемся физкультурой, так скажем. Головным болем добавляется раздражение глаз, зуд кожи, тяжелое дыхание. Все это сказываются невидимые пары, вытекающие из труб этиленгликоля. Безопасная концентрация его паров 20 миллиграммов на кубометр воздуха. А по подсчетам Земли из труб уже вытекло несколько литров. Это одышка постоянная, практическая. тяжело дышать, потому что через легкие все пропускается. У меня глаза опухли, вот ни с того, ни с сего глаза опухли. Причем опухли так, что мне это не страшно было, я на себя в зеркало не смотрел, а Василий, командир мой, он отвечает за безопасность всего экипажа. ему пришлось даже на Землю сообщить, чтобы Земля помогла. Были такие вот случаи, когда, допустим, тот же Василий Васильевич говорит, ребята, вы знаете, вот я сейчас летел в этот соседний модуль, а там капля этиленгликоля размером с ведро, я туда головой макнулся. Ну, конечно, сразу же, как по тревоге специалисты группы медицинского обеспечения сразу рекомендации. Такой объем, такое количество ремонтно-восстановительных работ было проверено, которых не было никогда ни в одной экспедиции. Условия жизни на станции не только проблема ЦУПа. НАСА требует от России либо быстро решить на мире все технические проблемы, либо срочно вернуть своего астронавта на Землю. И отменить запуск очередного американского шаттла на мир. 6 апреля к миру запускают с Земли грузовой корабль «Прогресс М-34». Этот корабль был в прямом смысле скорой помощи для станции. Он доставил космонавтам необходимое оборудование для ремонта, дополнительные кислородные шашки, запчасти для аппаратуры и свежую воду. И впервые за все время экспедиции удача улыбнулась. Цебли и Фалазуткин чудом нашли злополучные трещины, из которых тек этиленгликоль. И вот трубочка, по которой она идет, этот ВК-29, или ВР-29 называется, вот она пошла, вот она изогнулась снизу, проходит, и вот эта капелька, сейчас на которую наеду. Вот эта капелька, видите? Я увидел впервые этот теплоноситель, как он сочится из трубы на совершенно хорошем участке трубы, он не был не прогнивший, он был абсолютно без царапин, он был покрыт краской, и, что самое интересное, там было сухое место, и все трубопроводы, которые там были, они все сухие, лакированные поверхности блестели, и я смотрю вот на одной из лакированных поверхностей, появляется такой капля, который растет, 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 ну да, останется большой. Трещина в трубах не случайность, станция старая, многое из того, что здесь находится, уже давно отслужило свой срок, и трубы в том числе. Циблиеву и Лазуткину ставят новую задачу, отложить научные эксперименты и вынуждено поработать с сантехниками. Надо отремонтировать старую станцию по максимуму и продлить ее полет. Космонавты прекрасно понимают, что жертвуют здоровьем и жизнью, но продолжают искать миллиметровые дырки в трубках охлаждения. По всей станции их найдены десятки. К концу апреля основные дыры залатаны. Вновь запущена система охлаждения и кондиционер. Температура станции нормально, пришла в норму 27-28 градусов, мы начали замерзать. Все, что было у нас на ноги, на себя, холодно было, организм привыкает быстро. нас колотило, холодно было. Я говорю, Василий, может быть, мы это, давай на землю скажем, что выключить парад, уж в крайне впали. Те говорят, да вы что, еще 32 градуса, а нормальная работа, температура там, ну, 25 градусов. К началу мая на станции найдены и устранены почти все дефекты. Российские специалисты убеждают американцев, на мире можно жить и работать без угрозы для жизни. Но в НАСА не верят и очень боятся отправлять на мир своего очередного астронавта Майкла Фоула. Ему самому предлагают выбрать, лететь или нет. Ну, я следил за этими вопросами, ну, достаточно хорошо. Я здесь жил в Сферзен городке с семьей. Я понял, что будет пуск на шаттле. И я тоже понял, что это уже как международная программа и имеет свое как движение уже инерции. Поэтому, когда я слышал, что может быть обменяется даже моего полета, это, я думаю, вряд ли. В начале мая НАСА принимает решение отправить на станцию шаттл «Атлантис». Он стартует 15 мая. Экипажем из семи человек командует опытный астронавт Чарльз Прекурт. Ему помогает пилот Айлин Коллинз. В экипаже американцы Карлос Норьего, Эдвард Лу, Майкл Фоул, француз Жан-Франсуа Клервуа и россиянка Елена Кондакова. Через двое суток Челнок причаливает к станции. Окей, Крис, мы делаем это. И у нас еще еще один подарок для Саша и Василий. Мы сделаем их хорошее 84-мемберами с маленьким хатом, который показывает нашу патч. Это для тебя, Саша. Для тебя. И когда мы близались к станции, я помню просто как красиво она выглядела на фоне, черном фоне, потому что это всегда такой подход шаттла из земли на небо, да, и станция, потому что там солнце освещает станцию, чтобы было видно. Я помню, что Кондакова мне сказала, ну, Майкл, ты грустишь? Мне кажется, что ты печально смотришь на станцию, я скажу, нет, Лена, я просто думаю, что будет, как это будет пять месяцев пожить там. Среди грузов челнока новая установка для получения кислорода и большой запас чистой воды. Джерри Лининджер с радостью сдает дела Майклу Фоулу и перебирается на шаттл. После пятидневного совместного полета Атлантис улетает на землю. Фоул остается на мире вместе с Циблиевым и Лазуткиным и в отличие от Лининджера идеально вписывается в экипаж. Несмотря на запрещающие инструкции, он помогает русским во всем. Несмотря на то, что в общем-то это люди одного психического типа. Но воспринимал экипаж основной и того и другого действительно как абсолютно разных людей. Жизнь входит в обычный режим. Работа, отдых, опять работа. Для семей космонавтов ЦУП наконец-то организует телесеанс. Это всегда очень приятный такой сеанс. После него очень много эмоций, слез. Дети плачут. Жены радуются, что-то они увидели, по крайней мере в глазах, блеск какой-то. И ребята говорили, что это серьезная поддержка. Это хорошо. Через месяц на станции планируется эксперимент. Ручная стыковка с грузовым кораблем «Прогресс М-34». Но самый обычный эксперимент завершится самой серьезной аварией за все время полета станции «Мир». 25 июня. В 12 часов 18 минут в центре управления полетом заревела аварийная сирена. разгерметизация. Это самое страшное, что может случиться на космической станции. Это хуже пожара, жары и нехватки воды вместе взятых. Это значит в стене станции пробоина и из нее уходит воздух. На земле шок. В ситуации пытаются разобраться директор программы «Мир НАСА» Валерий Рюмин и руководитель полетом Владимир Соловьев. Оба уже летавшие космонавты. И главный вопрос на Земле как спасти экипаж. Ощущение конечно страшное. От невозможности помочь человеку подсказать. Когда вот в таких ситуациях, таких операциях, допустим, ручное причаливание, все зависит только от одного человека. Человека, который управляет движением, человека, который открывает-закрывает люки, выключает вентиляцию и так далее. В этот день, 25 июня, был самый обычный эксперимент. Космонавты отрабатывали ручную стыковку корабля «Прогресс» и станции «Мир». Это нужно на тот случай, если на беспилотном корабле вдруг откажет автоматика. Для эксперимента космонавты собирают на станции специальный пульт управления и ставят монитор. На мониторе видят картинку с телекамеры грузового корабля. Ощущение, как будто сам сидишь в корабле и управляешь им. Сначала сближение корабля и станции идет медленно, по расчетам должно быстрее, но Циблиев выполняет все в точности, как требует программа. Нам говорят, он будет сближаться со скоростью 5 метров в секунду, а тот меньше. Василий еще тогда сказал, ну, наверное, как бы успеть еще до входа в тень состыковаться. Только если так будем сближаться, то не успеем. Экипажу заранее сообщили, в какой момент и в какой люминатор будет видно грузовик. За появлением корабля внимательно наблюдает Лазуткин, но в нужном месте и в нужный час грузовика почему-то нет. Было страшновато такое ощущение, что кто-то к тебе идет, совершенно неуправляемый, например, что он идет к тебе и куда ударится, бог его знает. Скорость сближения грузовика со станции увеличивается. Циблиев прекрасный это видит по картинке с телекамеры и начинает тормозить корабль. Сразу двигатель на торможение. Ну, видно, что не помогает. То есть грузовик он как бы наполовину управляемый. Это сравним пример, но чтобы долго не рассказывать, вы едете по льду, начали поврочить руль и затормозили. Вас куда понесет? Когда я понял, что корабль идет уже на станцию и создалась такая критическая ситуация, опасная ситуация, я сказал Майклу, Майкл в корабль. Быстро в корабль. Я понял, он так быстро и с приказом сказал я, я понял, плохо. Василий говорил, так, проходим, 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 еще пролетает мимо нас, Майкл задевает рукой, не рукой, ногой руку Василия, у Василия рука соскакивает с ручки управления, Василий говорит, эх, через секунду удар. Шеститонный корабль врезается в модуль спектр со скоростью 10 километров в час. Смята одна из четырех солнечных батарей корабля, пробит корпус станции, через него наружу уходит воздух. Такое уже было в космосе в 71-м году. Через крошечную пробойну размером с горошину воздух вышел из корабля «Союз-11». Всего за одну минуту. Погибли космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев. Станция «Мир» в 40 раз больше корабля «Союз». Поэтому у экипажа еще есть шанс на спасение. Удар прошел, так станция сотряслась, потом тишина. Я думаю, почему ничего не срабатывает? И тут заработала аварийная сирена. Ну, конечно, хорошо. Сразу заморгали все лампочки, сработала санализация, ароматизация, падение давления и пошло все. Ну, я скажу, колонна пожарных машин не кричит или не шумит так, как все это было на станции. Я слышал «Кабунг!» И какое-то столкновение, да? И там вокруг меня, я не сам, я просто плавал. Вокруг меня сам станция как двигалась. И я слышал, я думал, а, плохо. И потом понял, я думал, я подождал в этом моменте, ну, выгода воздуха из логики. Потому что я понял, а, это уже большое столкновение, может быть, взрывается сейчас сам станция, да, и кожа. Василий Циблиев остается на посту управления. Он не сводит глаз датчика давления. Стрелка неумолимо тянется к критической отметке. В этот момент появляется связь с землей. Циблиев сразу докладывает в ЦУП. Торможения не было, грузовик увезти не смог. Он попал в модуль «Спектр», повредил батарею, горит разгерметизация. Земля дает указание срочно открыть баллоны с аварийным запасом кислорода. Циблиев бросает наушники и кидается выполнять задание. Я пролетаю здесь мимо за каким-то очередным инструментом и мимо этих наушников я слышу голос руководителя полетами, который говорит «Ребята, где вы? Выйдите на связь». Я пролетаю и думаю «Да кому нужна сейчас эта связь?» Вот такая фраза просвистела. А мне люк закрывать? Я думаю «Сейчас я буду на связь выходить». Ну это без какой-то хитсы это как бы вот такие чувства были, да? Успей. Уже потом специалисты вычислили. Дырка была величиной примерно 3 квадратных сантиметра. Сегодняшняя рублевая монета. При такой пробоине давление упадет через 29 минут. Космонавты потеряют сознание. Помочь им не сможет уже никто. Как только это случилось в первый момент я влетел в корабль чтобы подготовить его к срочному спуску и я увидел что Майкл уже в корабле вот и он так корабль же маленький по объему и он ушел в самый дальний угол и как-то съеживался так. я подумал правильно сделал потому что он понимает что если сейчас мы еще заскочим по ушам давило очень прилично можно было кричать друг в ухо и не слышать очень прилично подавление я залетел в этот модуль и слышу вот знакомый шум вентиляции а в одном месте уже другой звук я еще посмотрел на это место это как раз было то место куда ударился в глазовой корабль думаю ага светит Лазуткин уверен пробоина в модуле спектр Цеблеев моментально сообщает об этом на землю ответ снизу пробуйте задраить люк спектр тогда можно спасти остальную часть станции мир проектировали по принципу подводной лодки каждый отсек автономен и не зависит от другого если что-то случится в одном его можно задраить и жить в следующем но через люк протянуты толстоэлектрические кабели что-то вроде удлинителей на земле они идут от солнечных батарей на отсеке спектр к розеткам в основном отсеке станции с бешеной скоростью Лазуткин пытается их расстыковать я решил не мешать не задавать вопросов и просто помогать и поэтому я начал убрать вот эти кабли которые я думал невозможно что мы можем за получилось за 6 минут как лучше убрать все эти 18 кабли вообще невозможно я уже слишком много времени уже падает давление падает давление надо пора избежать покидать станцию это знаете как одна команда как в одной лодке или мы выгребаем либо мы все погибаем другого выхода просто не могло быть и мы ставили лук и он вот так прав он вообще прав и молодец я понял и как только он лепнул как будто вместе я понял а все мы спасли станцию я сейчас не домой на землю я еще буду здесь еще месяц люк в пробитый модуль закрыт с момента аварии прошло 14 минут до точки невозвращения у космонавтов оставалось всего 15 минут именно эти 15 минут и отделяли их от смерти сначала конечно был определенный шок не только у нас у всех в центре управления потому что таких случаев еще не было никогда 7 августа 97-го года на мир прилетает новая смена Анатолий Соловьев и Павел Виноградов неделю идет передача вахты 14 августа Василий Цеблиев и Александр Лазуткин возвращаются домой Я через слозы смотрел как они ушли это был очень для меня трогательный момент мы так пережили столько но при посадке на землю новая авария на Союзе не срабатывают двигатели мягкой посадки эта система как подушки безопасности в автомобиле без них посадка космического корабля сравнима с лобовым ударом машины о бетонную стену мы приземлили с набок без срабатывания двигателя мягкого приземления было такое ощущение что нас убили дыхание сбило у меня дышать не могу нас ударило положило на бок вот лежим Василий спрашивает как твои дела а мы так вертикально на стеночке он подо мной а я над ним я сказать ничего не могу Василий голову поднять не может на меня потому что тяжело а я только хриплю через 10 минут спасатели вытащили цыбливый Лазуткина из спускаемого аппарата в ЦУП доложили космонавты целы но очень измотаны стараются держаться бота Василий Цыблиев и Александр Лазуткин мечтали еще слетать в космос но на очередной медицинской комиссии врачам не понравилось здоровье Цыблиева он ушел из отряда космонавтов а в 2003 году возглавил центр подготовки космонавтов Александр Лазуткин уже был назначен в экипаж 14 экспедиции на МКС но во время тренировок в США Лазуткину внезапно стало плохо врачи констатировали непроходимость ряда сердечных сосудов с таким диагнозом лететь в космос было уже нельзя здоровье перечеркнуло планы обоих его хватило бы еще не на один полет если бы не пришлось тушить в космосе пожар жить долгие месяцы в жаре дышать ядовитыми парами и углекислым газом космонавты имели полное право покинуть станцию 23 февраля 97 года во время пожара но тогда и мир не летал бы еще целых 44 месяца и на нем не побывали бы еще 5 экспедиций 9 российских космонавтов 2 американца француз и словак окончательная точка в судьбе станции была поставлена 23 марта 2001 года мир свели с орбиты его полет длился 15 лет так долго не летала еще ни одна космическая станция в судьбе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok